приветствую друзья меня зовут артик и я рассказываю о том как быстро легко и правильно ремонтировать автомобиль сегодня в работе mercedes benz vita 639 кузове автомобиль у нас 2004 года выпуска проблемка у нас по рулевой рейке потекла потекла со стороны вала который передает вращение непосредственно с рулевого колеса на червячный механизм внутри рейки два варианта или сальник выдавила или просто проржавел вал в результате чего сальник масло уже не держит будем производить замену рейка новая у нас уже есть уже клиент приехал с рейкой поэтому не будем ждать ни ремонта не бушке ничего все как всегда подробно покажу расскажу в какой последовательности какие операции выполняем ну от вас как всегда прошу если видео вам понравится особенно если будет чем-то полезным ставьте лайк пишите много много комментариев подписывайтесь на канал кто еще не подписан ну что начинаем разборку посмотрим на наше проблемное место течет у нас сальник по штуку то есть он здесь вытекает масло ну довольно сильно течет машинка заехала пока заехала масло у нас вот только на теку и продолжает капать он будем рейку менять полностью нам сразу привезли другую поэтому даже не будем ждать пока я ремонтируют или заменную привезут начнем с чего с того что двух сторон расконтрагаем наконечники проверим чтобы у нас наконечники откручивались потому что наконечники у нас будут представляться на новую рейку наконечники хорошие неразбитые марийка уже пришла у нас собранная с пыльниками и стягами то есть тяги мы старая здесь оставляем посмотрим если понадобится открутим их если мне удобно будет снимать если нет то всяком все это снимем потому что на новой рейке естественно мы тяги не будем снимать не будем откручивать потому что у нас гарантия пропадет пока двух сторон откручиваем гайки контрящие тут у нас 24 миллиметра по моему ключ используется и плюс здесь откручиваем гайку крепления пальца наконечник который будет у нас рей 21 или 22 в зависимости от того это оригинал или не оригинал по использованию запчасти выбиваем наконечник скручиваем их стягу с двух сторон и сейчас бьем по уху кулака где у нас крепится палец выбиваем наконечник наконечник из посадочного выбили сейчас его скручиваем стяги советую посчитать количество оборотов сколько сделали чтобы потом когда мы будем его накручивать на новую тягу мы столько же витков скрутили только же оборотов сделали тем самым у нас почти будет идеально выставлено схождение то есть даже если на и сто или там гараже где вы делаете вы сразу схождение отрегулировать не сможете без проблем доедете до ближайшего пункта и не повредив резину то есть примерно всегда это можно выставить посчитав количество оборотов обязательно где-нибудь запишите показания с левой стороны с правой потому что они скорее всего будут отличаться по количеству оборотов и где-то в голове если держать можно потом или забыть или перепутать с с левой стороны мы закончили точно такую же операцию проделываем и справа наконечник мы выбили с правой стороны но перед тем как его сейчас скручивать стяги мы выставим ровно колесо установив наконечник на место теперь в таком положении у нас рейка находится в среднем положении то есть у нас так стоит рейка как если бы автомобиль просто ехал прямо и руль у нас будет также среднем положении по оборотам не запутаемся никаких вопросов не будет теперь можем откручивать наконечник и далее переходим к валу рулевой рейки сам вал рулевой рейки у нас хорошо видим также видно меточка у нас вот на этом пыльнике который вращается вместе с валом видна вот такая меточка выступ на черном и на самой рейке также у нас есть такой выступ вот они у нас практически совмещены у нас дальное положение рулевого колеса центральное положение рейки также виден хорошо виден и доступен болт крепления карданчика к самому валу вернее не болт крепления зажимной болт который зажимает карданчик вокруг самого вала рейки у нас осталось именно с валом что открутить болт тут торкс t50 сбить рулевой карданчик с рулевого вала предварительно конечно перед этим нам необходимо застопорить руль поэтому приопускаем автомобиль достаем ключ и замка зажигания так чтобы у нас руль остался заблокирован и уже в салоне не поворачивая рулевого колеса мы достаем ключ ключик достали и у нас должен быть заблокирован все есть небольшой люфт но это не так что мы можем там полы целый оборот вдруг случайно повернуть рулевое колесо тем самым можем впоследствии порвать шлейф при установке поэтому ключ достали руль заблокирован там небольшой говорю погрешность небольшой люфтик это максимум что можно будет убрать схождение снова переходим к низу теперь откручиваем болт крепления карданчика к вала рулевой рейки и сам карданчик сбиваю карданчик у нас без проблем слез с посадочных со шлицов далее переходим к откручиванию трубок трубки у нас прикручены одним болтом подголовку е12 откручиваем убираем в сторону само крепление она на трубке держится и вот эту трубку сразу в сторону а вторую надо будет открутить еще от подрамника потому что она у нас идет по подрамнику возвращается поднимается вверх на шланге надо будет еще и открутить естественно снизу тару подставляем потому что у нас остатки масла как минимум вытекать будут откручиваем трубочку от самой рулевой рейки открутили крепление но трубки у нас не достаются здесь эту не могу двигать потому что от подрамника не откручена и нижнюю также не могу двигать она здесь вот с левой стороны прикручен также к подрамнику перед переходом на такой же вот шланг сейчас покажу поближе всем что еще открутить чтобы достать трубочки и надеюсь мы их достанем из посадочных трубка который у нас пониже она идет в сторону радиаторов туда перед автомобилем и вот видим крепится на балке удобнее будет наверное изнутри с той стороны со стороны двигателя добраться но потом она там дальше переходит на шланг я думаю там одно крепление открутим и уже у нас будет такая чуть-чуть побольше и место чтобы ее подвигать ну а верхнее обязательно открутим здесь крепление самого шланга тут мы могли побольше иметь также возможности выгибать разные плюс от подрамника сейчас покажу где на подробно но на подрамнике она крепится в районе крепление самой рейки вот видим у нас раз точка крепления гайка подголовку на 10 и там подальше также гайка подголовку на 10 мы две точки эти откручиваем и уже будем выводить все это в сторону сюда наружу так чтобы обеспечить во-первых демонтаж трубок во вторых чтобы эти трубки впоследствии нам не мешали демонтировать саму рейку крепление нижней трубочки да как я и предполагал будет удобнее откручиваться со стороны двигателя здесь доступ у нас есть конечно же хорошенько почистим резьбу зальем в дэшка что у нас то крепление не обломалась и потом чтобы нам было куда это все прикрутить на место крепление нижней трубки открутились трубка как виде начала двигаться теперь приходим ко второй трубочки и еще раз одно крепление вот здесь верху открутить и после этого уже пробуем трубочки достать так вот Продолжение следует... В принципе, все, что у нас идет к рейке, мы открутили, рассоединили. Сейчас будем откручивать саму рейку от подрамника, пробовать ее достать. Если не пойдет, придется, конечно, подрамник опустить, но это мы уже потом посмотрим. Рейка крепится у нас к подрамнику при помощи четырех сквозных болтов, которые закручены гайками сверху. Болты у нас, вот они видны снизу, два с одной стороны, два с противоположной. И болты и гайки у нас под ключ или под головку 21 мм. С этой стороны удобно подлезть, естественно, к противоположным болтам с другой стороны. Не думаю, что будут проблемы со скручиванием, но все равно ВДшкой залить не помешает. Откручиваем и уже будем смотреть, получится у нас здесь вывести рейку, повернуть ее или нет, и придется что-то еще делать. Вот с этой стороны крепление рейки у нас между самим креплением рейки и гайкой еще были шайбы, поэтому аккуратно не потеряйте. С противоположной стороны, то есть с правой по ходу движения этих шайб нет. Все открутили, рейка у нас уже двигается. Пробуем достать ее в сторону, в левую сторону будем пробовать, с водительской стороны доставать. Не могу я даже ее повернуть на бок, поэтому придется нам немного открутить подрамник и припустить его снизу. Сейчас покажу, где крепится и что откручиваем. Блин, где так сквозит? Нерус, что ты там на распашку все открыл? Подрамник сзади у нас крепится при помощи болтов под головку Е18. С каждой стороны сзади у нас один болт, то есть справа один болтик и слева также один. Помним, что на подрамник у нас установлен двигатель на подушках, поэтому мы будем откручивать, подрамник будет, конечно, очень легко опускаться из-за давления двигателя с коробкой. Но, возможно, еще не полностью, но так слегка откруть, и может пару витков передние болты, чтобы это все свободнее опускалось и удобнее было работать. Сейчас посмотрим под подрамник, конечно, советую установить или стойку, домкрат, что-нибудь так, чтобы мы могли регулировать высоту, и если надо, поднять на место все, наживить болты. Приопустили подрамник, видим, насколько он отошел, сантиметров, наверное, 8. Пробуем сейчас поворачивать рейку и доставать ее в сторону. Потихоньку достается. Если бы, конечно, тяги открутить, все бы было хорошо, она вообще без проблем досталась, но буду доставать, демонтировать стягами, потому что стягами все равно буду устанавливать на место. Видите, у меня сам выход рулевой рейки под рулевой вал упирается в стабилизатор, в стоечку, поэтому стоечку попробую открутить, и все, в принципе, по идее, должно уже дальше все без проблем демонтироваться в нашу сторону. Демонтировали старую рейку, сравним с новой, по новой у нас коробка была просто без опознавательных знаков, но вот я какой-то номерок здесь нашел, то, что есть, то и ставим. В общем, клиент привез, мы ставим. Сейчас визуально посмотрел я, все окей, по всем посадочным, по размерам, все, проблем нет никаких, крепление правое, оно переставляется на новую рейку, это не проблема. А проблемка у нас здесь вот есть небольшая, у нас вот этот пластиковый колпачок, он не такой, как на старой рейке, нам необходимо будет старый переставить на новую. Но именно в правильном положении, точно в таком же, как у нас установлено на старой рейке, то есть мы, помним, устанавливали в середину где-то, надо здесь так сделать. Как это мы проверим, как сделаем? Мы замеряем сейчас расстояние, допустим, вот от этого угла, или без разницы, какую-то точку себе берете, от здесь, от края, но именно от рейки, не от пыльника, потому что пыльник может быть в разном месте зажат или одет. Вот, что-то от рейки меряем отсюда и до конца рулевой тяги. И после устанавливаем здесь точно такое же расстояние, если надо, в одну из сторон крутим, двигаем рейку, и после этого снимаем колпачок со старой рейки. И вот, как здесь у нас получается отливчик на пластике между двух ребрышек, так мы поставим его и здесь. Сейчас замеряем все, переставим колпачок и также переставим правое крепление. Оно снизу просто рассоединяется, вверх поднимается и переставляется на новую рулевую рейку. Продолжение следует... Переставил колпачок на новую рейку, так, чтобы он у меня стоял посередине, и все хорошо, плюс крепление. Здесь вот на штоке старой рейки видим, что у нас выдавило сальник, вал уже убит, ржавый очень, и вот здесь сальник поднялся. Естественно, тут все текло, масло давило наружу. То есть, все правильно диагностировали, все правильно сделали. Сейчас переходим к установке. Собираем, как всегда, все в обратной последовательности. Заливаем масло. Если получится, в идеале залить, чтобы колеса у нас были вывешены, так мы, получится, зальем масло в бачок. Можем легко вправо-влево без нагрузок покрутить руль, чтобы масло у нас в рейку загнало. Потом еще долить, еще покрутить. И после уже заводить, проверять. Так, вроде бы, никаких нюансов нет. Обязательно проверьте на трубках, которые устанавливаются, чтобы резиночки у нас были целые. Лучше всего, конечно, установить новые. Я также повторяю, собираем все в обратной последовательности. Ставим лайк, подписываемся на канал, если видео было чем-то полезным. Если оно вам просто понравилось. Сейчас все будет, как всегда, в ускоренном варианте видео. Ну, с вами был Артик. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА